приветствую тебя дорогой зритель в этом видео у нас macbook air 13 x 14 66 или 2015 года пришел с проблемой залили перестал включаться давайте попробуем разобраться код барсик нам в этом обязательно поможет товарсик итак поехали берем нашу любимую отвертку пенталоп 1 и 2 миллиметра выкручиваем нижние винты снимаем нижнюю крышку и первое что нужно будет сделать это отстегнуть шлейф батареи после того как заливаете всегда нужно разбирать и быстро отстегивать шлейф батареи вот он как мы видим сильных следов влаги не обнаружено но данный macbook air не чистился достаточно длинное время отверткой t5 выкручиваем винты батареи надо будет посмотреть что находится под ней индикаторы белые влага не попал давайте отстегнем и посмотрим шлейф клавиатуры и шлейф трекпада к материнской плате все ок теперь отстегиваем шлейф и смотрим а ее power board платы и он конечно пострадал от влаги отстегиваем кабель динамика отстегиваем шлейф трекпада смотрим отстегиваем шлейф камеры далее переходим к выкручиванию вайфай модуля также выкручиваем винт ssd убираем его в сторону в порядке ssd надо будет также выкрутить все винты и посмотреть что находится с обратной стороны материнской платы выкручиваем три винта которые удерживают кулер отстегиваем питание power board платы извлекаем шлейф кулера и вот теперь мы можем извлечь сам кулер выкручиваем винты радиатора процессора снимаем радиатор мы смотрим термопаста у нас еще заводская его ни разу не чистили теперь можно будет извлечь материнскую плату убираем ее в сторону также нам следует извлечь power board плату power board плата с обратной стороны пострадала после залития материнская плата выглядит нормально за исключением той пыли которая она собрала а вот наши места пострадавшие от влаги совсем немножко в этой области смотрим дальше видим что термопаста уже давно выкипела вот еще одно место с коннектором который очень сильно пострадала после залития это все надо будет помыть power board плата пострадала в области time sleep датчик и саунд бластера что отвечает за звук также видите пострадал шлейф power board платы именно со стороны коннектора где он подключается к материнской плате обратная сторона материнской платы не пострадала нет следов залития сейчас помоем залитые места на материнской плате и пусть она посохнет дня три после этого установим ее в корпус и проверим запустится она или нет материнская плата просохла три дня спустя сейчас мы просто подкинем питание подсоединим power board для проверки так вентилятор запустился возможно плата уже работает нужно будет сейчас все собрать в корпус и проверить начинаем обратную сборку возвращаем power board свое место подхватываем винтом потом возвращаем материнскую плату нужно будет ее правильно выставить чтобы все порты равномерно распределились по торцу корпуса наносим свежую термопасту arctic mx4 так как она очень подходит для маков и у нее очень большой период распада около 8 лет будем использовать только ее сейчас подбираем аккуратно пинцетом провода в области вентилятора так чтобы не поджать при закрутке крулера батарею также возвращаем в корпус прикручиваем в середине за один винт пробуем включить опа включился подключаю внешний жесткий диск с развернутый хай серый для проверки компьютера надо будет погонять его на тестах все проверить запускаем приложение кока над батареи проверяем состояние батареи батареи в отличном состоянии 85 целых и семь процента но главное 1095 циклов вот батарейка пережила смотрим так батарея у нас родная то есть не менялась ранее далее запускаем smart утилита и посмотрим состояние внутреннего ssd накопителя состояние у нас отличная smart проходит 7936 часов наработки накопитель 128 гигабайт еще при старте заметил что нет звука гонга очень странно сейчас запущу графический бенчмарк тест и проверим маг под нагрузкой будет продолжать заряжать батарею или нет в любом случае я каждый раз запускаю данный тест выставляя на умеренные настройки старт иногда под нагрузкой хэван бенчмарк аккумулятор перестает заряжаться то есть переходит в режим ожидания индикатор становится зеленым вот но пока что все нормально идет сейчас запустится тест я примерно дам поработать компьютеру полчаса и уже будет все понятно с ним пока что тест стабильно держится работает но есть одно но у этого теста есть звуковое сопровождение так его нет походу у нас нет звука регулятор громкости работает но звука у нас нету надо будет подождать полчаса дать возможность хорошо поработать и нагреться пиковая температура 81 градус принципе нормально термопаста справляется графический тест прошел данный macbook air все в порядке в общем то есть прошел стабильно но выяснилось другая неисправность видите динамики есть вот реакция есть на клавиатуре но звука нет то есть я выставил настройках чтоб он делал но он так не делает сейчас будем разбираться подключать power board плату и шлейф потому что там пострадал коннектор пострадал также шлейф а и платы снова приступаем к разбору отстегиваем шлейф power board платы возьму-ка я тестовый шлейф подцеплю подам питание и в таком положении загружусь так давайте проверим на звука нет не делает после замены шлейфа сейчас тогда мы разберем снова только заменим уже этот power board тестовый я его сверху подкину отстегнул все шлейфа проклею скотчем чтоб ничего не закоротила подсоединяем подключаем и вот в таком положении полу раскрытым подаем питание включаем загружаемся со внешнего диска и я сразу услышал гонг звук завелся сейчас он загрузится в систему мы еще раз проверим может мне показалось после установления тестового шлейфа а также power board платы звук у нас завелся сразу появился гон вот эти звуки какие должны быть значит у нас вышла из строя power board плата точнее сам бластер на ней либо питание в ней мы можем сделать модульную замену то есть целиком power board плату либо починить ту при наличии донора извлекаю старый power board и смотрю область залить как раз возле саунд бластера поэтому у нас и нету звука в системе на старый power board платье так который снизу видно что слегка вздулся конденсатор и отгнили элементы управления питания звуком все отмеченные элементы которые я указал синей стрелкой к примеру указан именно сам чип сам бластера на старый power board платье его следует заменить снять предварительно с платы донора если нет возможности заменить то просто меняем модуль целиком на рабочий и звук у нас сразу появится и будет работать до следующего залить и power board рабочие возвращаем корпус также новый шлейф устанавливаем чтоб не было проблем закручиваем винты батареи подстегиваем шлейф батареи очищаем нижнюю часть крышки закрываем нижнюю крышку и прикручиваем винты готова работа выполнена вот и звук завелся звук работает клавиатура работает проверил каждую кнопочку все отлично в общем полностью восстановлен после залития внутренние создан накопитель переполнен программа сообщает нам что 11 процентов свободного пространства вот видите то есть 12 гигабайт у нас свободно это очень плохо для ssd желательно чтобы объем был наполовину свободен я думаю что на этом все mac готов можно будет возвращать хозяйки ну и конечно как же видео без кота барсика который передает вам привет и благодарит за донаты которые вы делаете пока пока до следующего видео